Я инвестирую осторожно. Я инвестирую осторожно. Я использую только 1% своего капитала. Я использую только 1% своего капитала. А теперь повтори это всё. На всю котлету, да ещё и плечо возьму на x25. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и начнём с этой жизненной шутки. Сегодня я решил немного отдохнуть и выложить не 3, а только 1 видео. Мне нужно было немного прийти в себя, а то уже не понимал, кто я и где я вообще нахожусь. Сегодня я хочу показать тебе вот эту биткоин-перспективу, которая поразит твоё сознание. Также мы пройдёмся по хорошим новостям для биткоина, кардана и рипл-эксарпии. Давно я не говорил про xRP, но 27 июля произошло нечто, чего никто из вас не ожидал. А закончим мы вот этим видео с канала КриптоАнуб, которое мне очень понравилось, и поэтому я решил показать его тебе. Кроме того, я помню тоже, когда ты рассказывал про вот эти коррекции биткоина в прошлых циклах, которые находили свою поддержку на уровне 1.618. В общем, это будет в конце видео. Ну а прежде чем мы начнём, не забудь поучаствовать в жизни канала и поставить лайк под это видео. Это помогает каналу расти, а мне находить новую мотивацию на создание новых видео. Этот пост от 25 октября 2011 года, практически 10 лет назад. Ник Аллен пишет. Биткоин рухнул до 2 долларов 70 центов. Так рад, что я не влез в этот хаос. Я думаю, спустя ещё 10 лет приблизительно так же иронично будут читать посты о том, как кто-то очень рад, что не влез в падение биткоина до 30 тысяч долларов. Этот парень ещё жив? Да, жив. Но мёртв внутри. Я решил показать тебе это для понимания перспективы биткоина, для того, чтобы мы осознали нашу долгосрочную цель. Инвестор Ян Кассель у себя в Твиттере опубликовал очень жизненную цитату, которая сюда идеально вписывается. Дисциплина – это когда твои долгосрочные цели меняют твоё же краткосрочное поведение. И это, кстати, касается не только биткоина или вообще всех видов инвестиций. Как по мне, это правило поможет тебе в любом аспекте твоей жизни. Перед тем, как перейдём к этому анализу биткоина, по-быстрому пройдёмся по новостям, а также по анчейн-метрике биткоина. Это очень крутые новости для принятия криптовалют. Казахстан, который недавно стал чуть ли не столицей майнинга после того, как майнеры бежали из Китая, разрешит банкам открывать криптосчета. Сообщается, что правительство Казахстана планирует официально разрешить местным банковским учреждениям открывать банковские счета для транзакций с криптовалютами, например, с биткоином. Конкретно розничным инвесторам пока ещё не разрешено заводить такие счета в банках, но это уже хороший первый шаг, который наделяет оптимизмом взгляд в будущее криптовалют. Коин Телеграф сообщает о том, что всё больше компаний становится оптимистами по поводу криптовалют. Например, Horizon Kinetics, инвестиционная компания, которая владеет активами на сумму 7 миллиардов долларов, посоветовала своим инвесторам криптовалюту, как защиту от всех растущих угроз, с которыми сталкивается глобальная экономика. Исходя из их отчёта, назад дороги нет, впереди только лишь массовые дефолты или обесценивание национальных валют. Неудивительно, ребята, что на таком фоне правительство ускоренно работает над своими собственными цифровыми валютами. Пандемия и её влияние на экономику внесло коррективы. Принятие цифровых валют произойдёт на целых 5 лет раньше намеченных сроков. Так говорит исследование европейской блокчейн-компании GuardTime. По их словам, на скорость принятия влияет также и новая «гонка вооружений» в кавычках. Только вместо вооружений у нас теперь цифровые технологии и валюты. Тот, кто раньше их запустит, улучшит свои позиции и позиции своей валюты на мировой экономической арене. А теперь я бы сказал, самая сенсационная новость для Ripple XRP за последнее время. Запуск системы XRP совершился в Японии. Теперь это уже не пилотный проект и не тест. Это то, что уже происходит прямо сейчас. Прямо сейчас мы живём в этом моменте. В невероятном моменте. Я всегда говорил, что Япония – одна из тех стран, что поддерживает Ripple. Что станет огромным катализатором для принятия XRP. И теперь Япония говорит, мне всё равно. Мне плевать, что там делает комиссия SEC в США. Мне плевать на этот искусственный суд. Я думаю, запуск системы XRP в Японии, которая находится уже не в тесте, а в самой настоящей работе, поможет Ripple победить в этом судебном разбирательстве. SEC уже проигрывает прямо на наших глазах. SBI Remit и SBI Vs Trade запускают первую в Японии службу международных денежных переводов с использованием криптоактивов XRP для Филиппин. Также планируется расширение списка стран на всю Юго-Восточную Азию и углубление сотрудничества с Ripple. Вспомни, SBI держит 9% XRP. Пойми, принятие XRP началось прямо сейчас в Японии. Осознай, что вообще происходит. А происходят огромные вещи для Ripple XRP. Вещи, о которых мы говорили годами. Вещи, за которых нас поливали грязью хейтеры и скептики. Все они прямо сейчас начинают превращаться в реальную жизнь. А теперь о Cardano. Монета, которую я тоже держу, так же как и XRP. Несмотря на то, что она уже значительно выросла, я верю, ее потенциала хватит на большее. Управляющая портфелем одного из крупнейших американских рейтинговых агентств Morningstar Эфи Арнет считает, что Cardano может войти в топ-3 крупнейших криптоактива сразу же после биткоина и эфириума. По ее словам, Cardano очень похожа на эфир, но ее блокчейн потенциально обладает еще большим количеством потенциальных областей применения. Также она добавила, что за последний год все больше институциональных инвесторов проявляет большой интерес к криптовалютам, в том числе и Cardano. Принятие криптовалют, по ее словам, находится на самом высоком уровне за все их существование. С продолжением этого тренда появятся криптовалюты, которые станут мейнстримными. И Cardano, по ее мнению, станет именно такой криптовалютой. Действительно ли это так? Действительно ли институционалы проявляют такой большой интерес? Достаточно посмотреть на потоки биткоинов на биржах. Этот график показывает, как много биткоинов либо заводятся, либо выводятся с биржи. Посмотри, что было в период с 25 по 28 июля. Самый большой вывод биткоинов с бирж с 30 июля 2020. Минус 57,5 тысяч биткоинов только вчера. Позавчера еще 12,5 тысяч. И, наконец, два дня назад минус 23 тысячи биткоинов. Сумасшедшие цифры. Это около 3,5 миллиардов долларов в биткоине. Скорее всего, это все было выкуплено крупными игроками и выведено с бирж. Есть еще один индикатор, который показывает, что институционалы проявляют все больше интереса к криптовалютам. Приток в биткоине ETF Purpose превысил 100 миллиардов за последние два дня, пишет Fininvest. Если что, речь идет о крупнейшем биткоине ETF в Канаде, который называется Purpose Bitcoin ETF. Собственно, мы и видим этот растущий спрос на графике. До конца мая интерес проседал, но затем с конца мая и до сегодня он только растет. Да, это не параболический взрывной рост, но это растущий интерес со стороны крупных игроков, постоянно растущий. Ну а теперь перейдем к главной теме этого видео. Если история повторится, биткоин может достичь 100 тысяч долларов в этом булране. Давай послушаем. Прямо сейчас, если история повторится, то цена биткоина может перейти в следующее движение, которое может привести нас к вершине этого канала. Почему же? Если мы посмотрим на предыдущее движение в прошлом, мы увидим импульсивное движение вверх, а затем массивную коррекцию. Еще одно импульсивное движение и еще одну массивную коррекцию. Мы видим, что каждое корректирующее движение вниз начиналось только тогда, когда цена биткоина достигала верхней границы этого канала. Например, этот булран закончился под застежением цены верхней границы канала в 2017. Если мы вернемся еще в прошлое, в 2013, мы увидим, что и тот булран закончился лишь на верхней границе канала. В 2011 мы видим такой же сценарий. Завершение булрана на верхней границе канала. И теперь, если мы посмотрим на нашу ситуацию, мы увидим, что до этой верхней границы биткоину есть еще куда расти. Но также нужно заметить, что в каждом импульсивном движении вверх в каждом цикле, прежде чем достичь пика, биткоин всегда показывал небольшую коррекцию, в которой цена находила поддержку на этом уровне 1.618 по фибоначчи, и затем снова начинала расти. Точно так же было и в следующем цикле. Цена биткоина посреди бычьего рынка переживала откат, который закончился точно на уровне 1.618 по фибоначчи. Затем цена снова переходила в растущие ралли. В 2017 абсолютно та же история. Цена находилась в булране, посреди которого случилось коррекционное движение, что тоже нашло поддержку на уровне 1.618 по фибоначчи. После чего рост продолжился. Сегодня мы наблюдаем очень похожую картину. Цена биткоина показала импульсное движение вверх, а сейчас находится в коррекции, которая нашла поддержку прямо на уровне 1.618 по фибоначчи. Точно так же, как в циклах 2017, 2013 и 2011. Так что, если это продолжит повторяться, цена биткоина готова к следующему движению, которое приведет нас к вершине этого канала. Вот почему, если история повторится, то верхняя граница этого канала останется новым пиком биткоина. И только после этого нас ожидает новая большая коррекция. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео завтра. А сейчас подписывайся на канал, телеграм, ссылка на него в описании. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok